Таджики дали жару. На такое нужна храбрость. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, в чем таджики обвинили талибов. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Фронт национального сопротивления Афганистана, возглавляемый Ахмадом Масудом, в опубликованном накануне докладе обвинил правительство талибан в нарушении прав человека. Боевики движения «Талибан» запрещено в Таджикистане как террористическая организация. После захвата власти в Афганистане пытали и убили 3490 бывших военнослужащих и гражданских лиц, в том числе политических активистов и журналистов, в различных провинциях страны. Талибы из чувства мести провели сотни внесудебных казней и похищений бывших военных и полицейских правительства Ашрафа Гани, Паншери, Баглане, Тахори и других провинциях, говорится в обнародованном накануне годовом докладе Фронта национального сопротивления Афганистана. Фронт национального сопротивления утверждает, что в его рядах против талиба воюют 3000 бойцов. За последний год, как отмечается в докладе бойцам, фронтом национального сопротивления уничтожены 710 талибов. Потери антиталибского сопротивления составили 121 человек. В документе отмечается, что за год 1700 человек были арестованы талибами по обвинению в сотрудничестве с фронтом национального сопротивления, а также за участие в акциях протеста и за критику руководства движения «Талибан». Один из жителей провинции Паншер, который предпочел остаться неназванным по соображениям безопасности, сообщил, что две недели назад талибы его избили и арестовали на несколько суток по обвинению в сотрудничестве с антиталибским сопротивлением. «Талибы постучали в дверь, вывели меня на улицу, завязали руки и отвезли в тюрьму. По дороге они жестоко избили меня. В самой тюрьме пыток и избиений не было, но были унижения и оскорбления. Там вместе со мной находились также местный учитель главы сел, дехканин и водитель. Был задержан даже пастух, который до сих пор находится в тюрьме», — сказал житель Паншера. Фронт национального сопротивления в своем докладе отмечает также, что талибы насильственно переселяют целые семьи из Паншера, Баглана и Тахора. Их принуждают покинуть свои дома и отдать плодородные земли сторонникам движения. В ООН также заявляют о серьезных нарушениях прав человека, в том числе пытках, несудебных казнях и насильственном переселении гражданских лиц. Миссия ООН по содействию Афганистану по правам человека в июле опубликовала доклад, в котором описывается ситуация с правами человека в этой стране за 10 месяцев правления движения «Талибан». В период со средины августа 2021 года по средину июня 2022 года зарегистрировано 2106 жертв среди гражданского населения. По информации дипломатов, за отчетный период ООН зарегистрировало по меньшей мере 160 убийств бывших правительственных чиновников и сотрудников Сил безопасности, представителями де-факто властей. Также авторы отчета считают, что талибы ограничивают инакомыслие, подавляя протесты и ограничивая свободу СМИ, в том случае путем произвольных арестов журналистов, участников акций и представителей гражданского общества. А вы согласны с такими обвинениями? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В докладе Фронта национального сопротивления Афганистана говорится также, что талибы прибегают к систематической дискриминации и насилию в отношении женщин и девочек, которые лишены возможности работать и учиться. Талибан же заявляет, что обеспечивает соблюдение прав женщин в рамках законов шариата. Официальный представитель талибов Забихула Муджахид назвал доклад Фронта национального сопротивления пропагандой и плодом фантазии. Мы не можем назвать докладом игру воображения и пропаганду, и поэтому эти обвинения не имеют для нас никакого значения. Народ Афганистана все видит своими глазами, сказал он в беседе. Фронт национального сопротивления обвиняет движение талибан в том, что после захвата власти в Афганистане они не разорвали свои связи с международными террористическими организациями, в том числе с Аль-Каидой. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, такие доклады и обвинения дают какой-то толк или просто игра на публику? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.